вот такое у нас доброе доброе утро 4 февраля 2023 года утро солнечное на улице снег солнце лесовая температура все тает я занимаюсь уборкой в детских ясельках и разыгрались так громко малыши я решила бросить уборку потому что я еще не до убирала вот у меня все здесь стоит и не могу не поделиться с вами домашний питомник симферополь крым желает всем доброго дня прекрасного настроения кому интересно оставайтесь с нами нужно начало снимать давайте немножко поснимаем вот так у нас весело и бурно я расскажу вам новости нашего питомника покажу сладких малышей которые спят кто веселится кто спит все абсолютно весело и прекрасно малышка мишель это крошечная просто мини девочка коби типа короткая мордашка цена у нее не высокая для такого чуда но конечно же не дешевая кому интересно стоимость наших щенков пожалуйста обращайтесь по телефону под видео под каждым видео если под одним видео не нашли под вторым найдите костропула чихуахуа крым и спрашивайте я не не веду переписку под видео обязательно указывайте свой город местонахождение чтобы понимать возможности стоимость доставки конечно вы можете приехать к нам симферополь в крым сами добро пожаловать и забрать щенка это идеальный лучший вариант а сегодня утром прекрасная новость наши малыши кирочка и крис добрались до своих владельцев их уже встретили отзвонились отписались и я обязательно поделюсь с вами видео как это происходило еще раз хочу поблагодарить за доставку аганезовых которыми мы услугами которых мы пользуемся постоянно спасибо вам за бережную доставку профессиональную доставку за то что наши малыши доезжают до своих владельцев здоровые крепкие кормленные чистенькие все как положено спасибо вам большое за ваш профессионализм потому что доставить в такую крошечку сутки двое трое четверо у нас малыш и шагами ехал шесть суток поэтому ребятки все это очень ответственно и конечно идеальный вариант щенка забрать самим но для этого существуют профессионалы которые подходят своей работе очень серьезно и мы очень благодарны что благодаря им мы можем делиться нашей радостью с вами в любую точку россии мира можно доставить щенка за отдельную плату естественно вот так вот гера полюбила мультика мультик красавчик вот этот беленький с пятнышком на спинке мальчик в поисках папы мам он еще конечно немного подрастет меня спрашивают конечно подрастет но немного ему уже три с половиной месяцев интенсивный рост его как раз сейчас на данный момент происходит щенки растут до 4-5 месяцев рост он низенький крепенький широкими лапками как кто-то смеялся у нас комментариев но и рассмешили да бывают широкие лапки крепкий костячок бывает более тоненький костячок от этого и вес а размер особо не увеличивается вот такая вот милота вот он малыш который очень любит ручки ласковый нежный очень красивый курнос у него мультяшное лицо не зря его зовут мультик но будущий владелец всегда может придумать ему другое имя по документам блондин мультик вот такой вот красавчик елисеевич это сынок нашего елисея гермиона которая с ним играет это наша взрослая собака которая в этом месте исполнится год она уже давно выросла до толстушка моя это дочь нашего роликса и феодосии и внучка елисея то есть они родственники дядя играет с племянницей вот так вот собак интересно вот так интересно а вот эта красавица фортуна тоже является внучкой елисея и дочкой нашего роликса вот так вот интересно представляете вот такие все разные красивые и фортуна передает привет своей семье носик курносик и конечно же малышка эрика передает привет своей семье и малыш люди передает привет своей семье да и малыши которые здесь играют он беленький азартик тоже он там сильно занят тоже передает привет своей семье и в нашем питомнике из этих деток которые сейчас на данный момент находятся здесь это вот этих два мальчика лиловых эрмитаж и одиссей полностью привиты чипированы это мультик про которого я рассказывала полностью привит чипирован все собаки у нас с документами вот такой веселый эрмитаж но прекрасные малыши без единого дефекта ушастый красивый моднячий окрас характер и просто супер я не знаю вели люби радуйся сестренки уже уехали а мальчишки вот у нас все ищут своих самых лучших владельцев мы никуда не торопимся ни в коем случае никого не уговариваем кому нравится пожалуйста добро пожаловать питомника строков вот эта крошечка еще раз мишель она очень маленькая очень она и будет мамка и конечно только два месяца исполнилось но это уже не окончательно конечно но около двух килограммов думаю будет это ориентировочно вот это вот кучка сладостей вся кучка сладостей из них здесь продажи три щеночка два черненьких это девочка и мальчик малыш багратион валентия и вот бело-шоколадные такие точечки по спине слева лежит это чьи остальные детки чайка вот эта мраморная сверху она не продается и шоколадка анетка зарезервирована вот такой вот милая сладок сладкая сладкий такой кадр так светло показывает вот так вот так что у нас замечательная новость я всегда счастлива очень когда детки добираются до своих владельцев и конечно же сказали что очень удивлены размером что они просто крошечные еще раз я снимаю макро съемкой стараюсь чтобы каждый потенциальный владелец да и просто те кто любуется нашим питомником смогли подробно рассмотреть щеночков большое удивление ну и вообще радость за внимательность наших подписчиков вчера снимая видео я перепутала щенков то есть вот этих двух черных на братика и сестричку я перепутала на мальчика сказала что это девочка на девочку мальчика но пересматривая видео я конечно же это увидела потому что на видео все гораздо лучше видно чем когда вот я снимаю и я это заметила ну не стала уж хотела подписать видео что я ошиблась не стала и вот один из наших внимательных подписчиков это заметил насколько меня это радует насколько внимательно вы и подробно знаете наших собачек наших даже маленьких щеночков даже которых я сверху путаю как когда-то я путала вот этих лиловых щенков ну рыношка у нас уехала я ее все с одиссеем путала сверху потому что их одинаковый тип шерсти и окрас полностью очень очень похожи и также вот сейчас они конечно абсолютно разные и на видео это гораздо еще раз хочу сказать виднее до чем тогда я снимаю вот и вот подписчики наши заметили спасибо еще раз моим любимым друзьям и подписчикам за поддержку за теплые слова которые вы пишете наш адрес нашего питомника мультик не надо ошейник грызть мультик мультик и зачем грызешь не надо не надо гермиония ошейник снимать ошейник фореста у нас на собаках одет кстати поделюсь с вами я получила ошейники фореста получили новые матрасики поделюсь как только все выберу время на это сниму обязательно поделюсь с вами нашими новшествами до которые мы там покупаем собакам сегодня достаю мясо бы мы будем размораживать с мужем будем готовить наш мясной фарш для собак который мы кормим с овощами из костным чем дел предостаточно малышки малыши растут уже наверное просматривая это видео вы познакомились нашими малышами артемиды и мажора я сделала примерку такую там еще конечно грубо говоря смотреть не на что детки очень маленькие но слава богу вес потихонечку набирают то больше кто-то меньше вот мама она достаточно хорошая уже пробовала быть мамой поэтому справляется справляется но такая активная такая вся наша артемида мама мама бегает что-то там не лежит с ними в общем там спокойно скажем жасминка тоже с детками умничка молодец просто настоящая вот вот так вот малыши играть не навела порядок в игрушках здесь ну просто полно игрушек и нас еще есть новые игрушки которые я тоже обязательно покажу это моя близкая родственница вяжет нам такие игрушки спасибо ей большое наташенька это просто прелесть и когда сделано своими ручками причем настолько ведь и вот вот как они играют в эти игрушки это такие косички скажем которые не тягают они очень хорошо стираются из любых вещей не нужных можно сплести вот такие прекрасные игрушки для собак это даже лучше чем покупать но некоторые игрушки у нас покупные некоторые нам подарили в общем достаточно вот так вот видите и еще раз посмотрите какая супер игра как они друг друга занимают как они веселятся и конечно же те собачки которые живут пока по одной рассматривайте приобретение второй собачки и вы видели прекрасно я делилась у нас очень многие люди уже взяли вторую собачку чихуакуа к французскому бульдогу корги к биглю у нас живут из стафарширскими интерьерами у нас живут наши выпускники в питомниках кошек с кошками практически каждый первый наши выпускники живут с золотистыми ритвиллерами то у нас еще очень много французских бульдогов как-то так сложилось до овчарки немецкие но очень много разных пород и те кто боятся заводить к большой собаки не бойтесь но здесь конечно вопрос воспитания очень многие боятся заводить кошкам ну здесь как бы я тоже хочу сказать все зависит не от вашей кошки от того какой вы хозяин своей кошки и будущем своей собаки поэтому было бы желание как говорится я всегда тысячу раз привожу пример в моем доме живет бультерьер и питомник чихуахуа немецкая овчарка сабина которая совершенно не любит маленьких собачек за пределами двора она обожает своих чихуашек вы это все прекрасно видите гера гера хватит снимать ошейник не надо снимать а вот мультик полюбил гермиону гермиона попросилась я и взяла на улице сегодня настоящая каша-малаша собаки все мокрые грязные принтеру весна знаете такая солнце просто горяченная ручьи текут просто текут ручьи вот так 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 это кто там одиссейка а здесь светили все веселье происходит все погрызли хулиганов представляете им есть чем заняться это они успевают и диван погрызть и вот здесь вот тумбочку и тазики и там погрызть и покрывается сейчас будем менять стирать так что тарантино нахматался наигрался хороший мальчишка обожаю вот и мне хватает моей любви да на всех да мне хватает на всех я вообще не представляю как можно любить одну собаку наверно можно сойти с ума если у меня была одна собака я бы ее так любила мне хватает любви на всех я с ними кайфую сажусь они на меня все ползут я с ними целуюсь играюсь но у меня поймут те у кого не одна собака а также пойму те далютик у которых много детей вы же любите всех своих детей нельзя же выбрать что этого больше этого меньше все любимые вообще без проблем можно любить и 10 и 20 и столько сколько у меня собак обожаю всех каждый по-своему каждый любим каждый хочет внимание моим собакам прекрасно хватает внимание но учитывая что они еще заняты между собой и собаки это стайные животные они семейные ну так скажем семейные конечно но в первую очередь это стайные животные и они вас считают своей стаи в первую очередь милые люблю такие же вы хорошенькие вот такая прелесть поэтому кто хочет приобрести щенка в нашем питомнике у нас есть да будь здоров мой сладкий что ты там вдохнул мальчишки и девчонки на сегодняшний день у нас четыре девочки всего это ялтушка омега готовы переезду набирайте в интернете ялта кастропула омега кастропула чихуахуа можно набрать его вам высветится наши собаки в кличку набирайте я не не зря называют собак по кличкам потому что я теперь подписываю давно уже каждое видео типа зимой вот такой лютик вот так он гавкой гав 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 шкодные это красавчик азарчик и веселый мальчишка весельчак такой такая гера ты чего выгнала его играет играет ой ну наблюдать за их игрой взрослых и детей это конечно милота милейшая два лиловых мальчишки третий это верхний саш который со взрослыми детками мужа собачками мужа пять месяцев 22 до исполнилось пять месяцев сегодня шесть месяцев нашему петруши поздравляем его сестренок и братишку с полугодия желаем здоровья радости радует наши малыши вас наши выпускники анушка так то у нас там араратик и малышка ария димир джи всех с полугодием вас мои прекрасные я не могу скажите пожалуйста за этим можно безразлично наблюдать просто хочется все время и вам хочется показывать хочется показывать ой нагавкался тарантино вчера я весь вечер провела с ними взяла всех но малышей не брала тарантино взяла пудель а всех царицу всех мы были во взрослом домике ой что они вытворяли но я уже не стала снимать постоянно тоже не будешь снимать слушала свои любимые лекции и целовалась и обнималась моими собачками такие лоскучие хочу отметить что омега такая стала лоскучая и вернисаж прямо на руки ко мне вот я уже много раз обращала внимание что в возрасте вот пяти месяцев собаки уже очень ориентированы на человека это что вот как эту мелоту можно не показать так они сладко спят но они же еще маленькие малышики тем сколько вот я их буду скоро глистовать второй раз перед первой вакцинации мы 45 дней глистуем второй раз от 56 у нас уже первая прививочка идет вот у меня все записано все по графику потому что всего не упомнишь все записываю виду прям специальные у меня тетрадки журналы когда кому все хорошо когда это один помета когда это алименты щенок не бывает разница там два дня но мы подгоняем конечно но не всегда обычно все делаем по времени как положено вот такая прелесть и так у нас четыре девочки это ялта омега малышка мишелька и малышка валенсия которая вот здесь спит черненькая и у нас я вчера насчитала 7 мальчишек все предложения можно посмотреть в плейлистах здесь у нас мальчишки которые продаются их пятеро получается да это из помета радужки купидона купидонович и это вот белый шоколадный скрапом чьи черный багратион два лиловых мальчишки одиссея и эрмитаж и мультик на беленький вот он красивый 5 мальчишек и два мальчишки петруша и вернисаж со взрослыми гуляют уже вот так сладенько дата это тинки уже готова к переезду по тех которых я назвала кроме че и багратиона они еще не привиты но щенка можно зарезервировать и как только он полностью придется пройдут карантин и они смогут приехать новый дом азартик очень важно общение собак себе подобными и те которые немножко младше которые немножко старше посмотрите обратите внимание как у нас нет ни одного щенка который живет отдельно которого вы обижали который живет один вот все наши щенки живут вместе адаптационный период бывает и за ними нужно наблюдать потому что могут и обидеть но в итоге все живут дружно весело и более старшие более младшие потому что у них здоровая психика и психика передается мои дорогие по наследству если у родителей есть вот эта манера давить обижать то поверьте она передавка по наследству у нас был майбах который был приобретен в наш питомник как кобель производитель у него испортился прикус красивый мальчишка нашел свою новую семью большой привет майбаху я знаю что у вас все прекрасно вы живете дружно и он дружит со старшеньким своим дружочком которому 13 лет а может уже и более давно уже переехал от нас но он сильно обижал детей очень сильно я думал он бы это делал всегда он их не просто гнал да он прям вот их хватал и трепал то есть нам такое поведение в питомнике не подходит вот например уже сразу видно это было сразу видно за щенок переезжают и приезжают он естественно после вакцинации вот нам переехал малыш тарантино это сразу видно как я извините называю из одного кипиша в другой он приехал из питомника веселый активно умеет общаться сразу видно что собака со здоровой психикой не от нормальных психически здоровых родителей естественно очень красиво но это отдельная история но это важно и если бы я не держала питомник если бы мне не за кем было наблюдать возможно я бы не делала такие выводы но учитывая что у меня питомник у меня собак много и я к ним очень внимательно я это вижу я это замечаю одинаковые повадки я уже рассказывала и голос бывает похож не похож а прям идентичный вот у нас у вернисажа космоса голос просто космоса филичкин голос не дадут мне слукавить владельцы филипповича и филипповых у многих просто идентичные в этом я уже мне много раз подчеркивали боже а мы как мажориковичи наши только руку протягиваешь это сразу чудо переворачивается на спину и подставляет живот не все так делают и у меня даже было такое чем так делают что случилось почему я протягиваю руку а собака ложится и пузо кверху гладьте меня мол так делает их папа вот представьте себе мажорик очень любит встречать когда у него хорошее настроение что-то хватает в зубы обязательно бежит с подарком тоже это делают не все так делают я не спорю что делают и другие других кровей собаки но я рассказываю про свои поэтому радужка наша радужка вот у нас аксёнова сейчас беременная мы с нее просто кайфуем вот как говорится моя собака да когда-то она была в продаже и и повадки это точно рады вот она там вот делает что тогда подбежала токоносом пиханула подвинул а так типа до свидания это все мое очень такая девчонка с характером и в то же время очень ласковая нежная прыгает прямо в лицо чтобы целоваться это так делает ее мама то есть она даже на ощупь как мама хотя они визуально абсолютно разные качество шерсти разное да одна длинношерстная короткошерстная но это не мешает и быть очень сильно похожими тут даже вот мне родственники приходят они путаются в моих собаках будет это что рады на что ли что она такая так же делает уже узнают даже по повадкам я не говорю там по голосу по поведению вот и аксёнова наша она такая шкодная вот я разулась зашла до смола свои тапочки их никогда больше не найду ну я их найду только в лежанке у нее она все складывает к себе если у тебя что-то пропало можешь пойти в лежанке посмотреть и она никому не позволяет от разделся вещь сразу стягивается и тащится к себе в лежанку мы с этого умиляемся вообще она уже прям ждет начинаешь раздеваться она уже стоит смотрит значит куда ты бросишь вот и она если там выше на возвышенность там с кровати на стянет и обязательно унесет к себе и никого к этому не будет подпускать но кто следит за нашим питомником видели как мы вот хорошая погода гуляем она может охранять все мы ее называем еще шлагбаум все мимо нее она взяла она это все ее ее никто не учил это вот у него такое в крови это будет передаваться детям рада так делает это милота да и только просто чудо но я пока болтаю с вами не знаю интересно вам слушать эти истории или нет но вот поделилась с вами своей милотой конечно же собаки нас в нашей жизни украшают нашу жизнь своей милотой добротой и наверно только тот человек который держал собаку содержит собаку любит ее общается с ней понимает я не понимаю жизни без собаки честно когда-то какой-то маленький период жизни так летом с 10 до 10 наверное с лет с 5 до я жила без собаки это так помню всегда просила мама папа пожалуйста зайдите мне собаку я родилась в семье собачников моей мамы и папу были восточно-европейские овчарки у меня много фотографий может быть когда-то сделать коротенькую видео подборочку фото подборочку как я в коляске с овчарками спала с ними росла с ними они меня охраняли у нас собаки были рабочие выставочные чемпионы вот мама с папой моей держали да они познакомились на дресс-площадке дрессировочной вот такая вот собачья семья собачников вот а потом какой-то период я пошла в школу у нас не было собак и мы переехали жить квартиру из частного дома я просто тащила всех в дом кошечек и собачек и хомячков и крысят кто у меня только не был ёжик но только в 15 лет мне завели хотя у нас была маленькая собачка кошечка всегда жили дворняжечки тогда дружочек тоже есть у нас когда было 10 лет нам привезли из деревни это было море счастья но мне хотелось конечно свою собаку и только в 15 лет мама мне позволила мне пришлось закончить спортивную карьеру вот меня убедили что что-то одной из по или карьеры спорт или собака я конечно выбрала естественно собаку вы все понимаете почему хотя я думаю исправилась и с тем вы и с тем но что не делается значит так должно быть и сейчас возвращаться уже к этому нет смысла и конечно у меня первая моя собака должна была быть бультерьером это просто мой я не знаю это не то что мечта это это я все знала уже тогда этой породе как воспитывать что но конечно же слава их не очень хорошая в 90-х годах не позволили да и финансово это было слишком дорого и мне мама купила боксера я согласилась лишь бы была краткошерстная мы никогда особо так не любили длинношерстных собак вот и когда я началась моя генологическая жизнь уже лично собственная дрессировки собак да я была лучшая надрез площадке я назначили наш инструктор староста я была моя собака занималась лучше всех на гуля была огромная группа и не помню может человек 30 скажи с какой-то породой собаки не очень большими нас он конечно там это были овчарки боксеры резины тогда бордели колли такие популярные собаки доберманы были уже тогда популярные собаки год 95 наверное да вот и вот такая вот история и конечно же так и пошло все дальше безостановочно собаки всегда есть большие а вот маленькую мы первую приобрели я уже рассказывала дочки как обычно все люди до дочки чтобы на ручках держать на шарашелька который 6 марта исполнится 11 лет и вот за это время у нас появился питомник и наши собачки с которыми я вас каждый день кого-то знакомлю кого-то с кем-то мы уже так сблизились что знают каждое имя кто от кого и почему меня тоже часто спрашивают откуда вы как вы их всех запоминаете ну они же ко мне появились у меня не в один момент да когда щеночки рождаются я даю им имена я бывает еще путаю в тетрадку подглядываю а потом настолько привыкаешь уже само оно как-то на автомате ну естественно я знаю кто когда родился естественно я знаю кто от кого кто кому дедушка кто кому бабушка потому что мы эти вязки мы все планируем ну это невозможно просто не знать так ну что такое длинное видео кому интересно оставайтесь с нами всем доброго дня прекрасного настроения всем друзьям большой привет спасибо всем кто меня смотрит и я им нравлюсь ну кто не нравится идите мимо так хулиган одиссей больше нечем заняться одиссею срочно нужно переезжать в новый дом и у кого есть лишний диван пожалуйста мальчик для вас как же без юмора нельзя хулиганчик собаку обязательно нужно отвлечь и дать ей допустим вот игрушку на 10 сейчас 7 надо будет вот так если ваш диван например или вещь которая грызет собакова очень дороги постарайтесь собаку от этого места оградить оградить это место не собаку посадить в клетку допустим перегородочкой перекрыть на чтобы собаку отвлечь это это касаемо углов обоев там клинтусов любой любимого ваша дивана но естественно занять игрушки прогулки активные вторая собака еще раз чтобы хотя ведь у нас много это не умудряются ну поверьте если бы у них не было вкусняшек и вот столько игр здесь уже сожрано было вплоть до кафеля даже собаки у них все делают зубами до новых видео до новых встреч обнимаю вас люблю всем большой привет и пусть исполняются все ваши самые заветные желания люблю вас обнимаю питомник чихуаху кастропула из нашего собственного дома не из зоопарка не из клеток из дома кастропула из города симферополя обнимаю вас люблю заводчик екатерина ковалева